привет я иван это точно и у нас опять мидии у нас опять мидии да я покажу еще более простой рецепт знаешь типа в крым когда кто-то ездил наловили мидии да и чё с ними делать кроме как вот я покажу вариант который ты в принципе можешь использовать вообще везде подозреваю что да если ты в море то скорее всего у тебя с собой винчик да все очень просто мне нужен будет сотейник ну да ты всегда в поход с собой сотейник берешь но ты можешь использовать за ног какой-нибудь что-то типа не принципиально здесь не принципиально ну пару для готов наверное лук для начала много не надо я половинку вот на такое количество мидий ну мелко наверно покрошить и все сотейник я немного приправляю маслом нужно обычным это совершенно не принципиально ну дно покрою с ног туда же ну да я возьму пару зубов до пару зубов в частности 3 нужно тоже сгаляться не надо примерно размер лука ну так вот и будет хорошо все туда у меня сотейник долго нагревается потому что не медное дно обычно это происходит быстрее пантуешься получается да я уже пантовал с этим сотейником да не перестаёшь от ровера white от кого 1 это повод нет это сантехник и он типа по медным трубам шарил и изготавливать и изготавливать медные сотейники понял все понял принял ну вот смотри началось какое-то кипение масло шипение и экшен экшен да лук чуть-чуть чуть-чуть стал более прозрачен и в общем целом на данном этапе можно добавить уже грамм сколько ну пол стаканчика на такое количество пол стакана чтобы раскумариться она проблема тип такого ничего париться мы будем добавлять если необходимо моя петрушка хорошо добавлять хорошо конечно свежую но у меня вот есть свеже размороженное свеже размороженное свеже размороженное вот так вот достаточно много типа полторы столухи полторы столовых ну да я просто добавил сейчас чтобы она немножко размокла потому что а так бы попозже для лимонный сок ну я думаю что вот от такой части там столкут матрежу мне этого будет достаточно паренька четвертинки получается да не могу лаврового листа ну буквально два туда кину потому что очень быстро быстро готовится перемешали и все на данном этапе закидываются на медиа многие закладывают туда их прям замороженные я не знаю на мой взгляд лучше пускай не размороженные крышки и ждем да это еще проще чем прошлый да они через пару минут они будут готовы в принципе и мы ждем до характерного цвета до характеру в результате этого 5 минут такого баклажан сколько на минут пять на шесть прошло где-то они в общем-то уже готова начали менять цвет на ощупь они такие плотненькие уже я думаю что вполне можно употребить выключаю так для меня это важно и теперь я просто выкладываю какую-то посудину мы решили вот в эту те которые не раскрылись да это раскрылась их требуется удалить налить к сожалению выкинуть да потому что есть их совершенно не стоит ну то есть если ты очень конечно хочешь что кушай на здоровье ну я бы не стал а почему интересно причина ну то что не доплы а типа они прям померли да а вот эти тоже вы получили опасный парень твоим очень-очень многие так уже вот так подают так я же люблю использовать вот это все равно сердце да я масло возьму так то даже в свой сердце да ну где-то у стока надо чтобы уже не было кипения а чтобы ничего там не отделялась и положу не прям резко начну взбивать это такой дыши некая имитация соуса берблан берблан мне надо чтобы масло эмульбировал с вином и получим уже чуть более густой соус ну хорошо было конечно свежие петрушки просто у нас и сегодня нету потому что в магазе вместо петрушки взяли пиво нет это ты фух подумал так это их прям были красиво ну то есть можно чтобы они плавали в этом соусе я вчера подобное блюдо видел в рестике но это вполне все ресторанное при этом просто да да ну и лимон да логично к морепродуктам лимон морепродуктам да великолепно само заходит типа спрятал до до свидания все погнали пробовать причем я хочу обратить твое внимание часто мне скажут что там как посолю так вот смотришь оранжевенькие готовенькие уже так я прохожу обратить внимание что я не старылов ну там достаточно собственной ссоры на все хватает можешь соусом зачерпнуть тоже будет классно ну собственно сколько мы потратили на этот рецепт 20 минут во времени да меньше чем порезать лук порезать лук все еще пар перекуров соусом так почекаем соусом почему мы пока кидаем отходы на пол это нормально так все делает получше да маша пушка иван советует готовить миди всегда готовить миди исключительно по нормальным рецептам не просто запекатель на выход но и делают конечно надо аккуратно потому что надо обязательно подписываться на канал ставить лайки и незакрытые мидии кстати не есть и незакрытые мидии не есть я еще раз повторяю это закрытые мидии все пока комментарии можно вставлять кстати да комментарии лайки подписки пиписки все поехали как раз и все а